привет дорогие друзья сегодня очень интересная посылка долго я ждал вот ребята все тут у нас такая штука не больше ничего нет записочка ну вот самое интересное это содержимое это вот такая вот вай фай флешка то есть адаптер для sd карты для маленькой карточки вот туда мы значит вставляем micro sd и так как она открывается open вот ребята сюда мы значит вставляем micro sd карточку и посредством вай фая мы можем не доставая из фотоаппарата вот эту флешку считывать оттуда информации на компьютер либо телефон давайте я сейчас прервусь посмотрю как это дело работает потом включусь и расскажу вам все так ну вот значит мало майский разобрался с этой флешкой установил флешку значит в адаптер micro sd установил sd карту фотоаппарат сейчас вот она фотоаппарат и я на него вам снимаю видео то есть сейчас мы будем работать с этой картой на которую уже как бы идет запись поэтому она у нас будет страшно тупить и тормозить но мне главное вам объяснить смысл то есть смотрите устанавливаем программу значит здесь вот на нашей коробочке есть штрих-код просканировал вот этот штрих-код вы сразу же устанавливаете приложение телефон вот так вот оно называется шары и z шары прежде чем запустить это приложение вам нужно посредством вайфая значит подконнектится к этой флешке вот он вот она сеть и z шара мы выбираем ее значит я уже это делал поэтому пароль у меня эта сеть не попросит а так значит пароль вот как вы можете видеть 8 восьмерок пароль у нас то есть вы включаете вайфайл здесь написано выбираете сеть вводите 4 восьмерки и как бы у вас есть вот два варианта видите на рисованном инструкции либо зайти в браузер и ввести в адресной строке z либо запустить программу и работать через нее то есть если вы через браузер будете действовать откроется веб-интерфейс и там вы увидите значит все файлы которые находятся на флешке но мы с вами сейчас рассмотрим программу значит запускаем программу вот так вот она открывается здесь у нас есть слева такая вот иконка нее заходим и видим значит содержимое флеш карты вот так вот значит это все отображается также вы можете скачать это с флешки прямо на телефон допустим открываете какую-либо фотографию да вот идет загрузка но сейчас скорее всего у нас ничего загрузить не получится потому что флешка сейчас занята записью видео вот видите ошибка загрузки а так в принципе все работает и работает так достаточно неплохо но продемонстрировать я вам это к сожалению не смогу ну то есть нажимаете сохранить выбираете сохранить в галерею и у вас на телефоне появляется как бы вот эта фотография загрузить в обратную сторону к сожалению такой функции я не нашел не посредством этой программы непосредством веб-интерфейса в обратную сторону на флешку залить какое-либо файло у меня почему-то не получилось вот такие дела ребята давайте сейчас я вам покажу как выглядит веб-интерфейс в этой штуке так чтобы открылся веб-интерфейс нам с вами нужно подключиться точно также по вайфая выбираем подключиться выбираем нашу сеть нажимаем подключиться вот все у нас подключилась и вот как вы видите открывается веб-интерфейс вот так вот он выглядит вот здесь значит то же самое содержимое файлов у нас находится и можно выбрать видео галерею и здесь у нас значит находится видео то есть если мы нажмем скачать начнется скачивание скачивается где-то со средней скоростью я вот тестил полтора мегабайта в секунду вот ну считайте сами за сколько у вас скачается 150 мегабайт получается скачается за 100 секунд вот значит здесь что здесь еще есть есть здесь change configuration вкладочка то есть вот здесь нужно ввести пароль по дефолту пароль на этой флешке админ то есть ключ к сети 8 восьмерок а пароль админ вот в общем не знаю почему не получается зайти пишет пожалуйста подождите администратор онлайн что это значит я не могу сказать потому что вот еще перед съемками заходил и без проблем значит все менялось давайте я вам покажу как сделать это через телефон значит в телефоне заходим в программу вот здесь вот сеттинг есть вкладочка и сеттинг my z шара вот здесь вот вводим пароль и попадаем в настройки вот точно такое же меню должно открываться на компьютере то есть здесь мы выбираем настройки имя сети вайфаевской то есть можно поменять название можно поменять пароль на вайфай можно поменять пароль администратора и можно выбрать любой из вайфай каналов вот от 1 до 13 есть возможность поменять сейчас по умолчанию стоит 11 канал вот дорогие друзья значит как то так здесь также можно настроить облачные хранилища sky drive truebox google drive и пикассо фотографии которые у нас в локальном альбоме имеются можно загружать в это хранилище то есть сначала вы подключаетесь по вайфаю флешки скачиваете в локальный альбом потом подключаетесь к интернету потому что сейчас интернет не работает так как вайфай обменивается с флешкой вот значит потом отключаетесь от флешки подключаетесь к локальному хранилищу из этой программы можно туда заливать вот я это себе представляю так вот дорогие друзья ну в целом мое заключение по этой флешки такое что вещь достаточно неплохая так как вы можете не доставая флешку из камеры загрузить на телефон любую фотографию любое видео и допустим в instagram сразу же выложить то есть очень удобно скорость неплохая работает все неплохо единственное что сыроват немножко софт и очень плохо что не доделали загрузку на флешку может это и есть посредством каких-то сторонних программ но я не скачивал не гуглил надо разбираться с этим делом вот дорогие друзья если вам нравится такая флешка поднимайте пальцы вверх раньше я показывал вот так кто не успел подписаться подписывайтесь на канал а теперь я буду показывать вот так потому что youtube перенес вот этот вот значок для подписки в правый нижний угол так что вот дорогие друзья желаю вам удачи хорошего настроения с вами был александр пока пока